Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Потеря всероссийского масштаба сегодня в Барнауле прощались с выдающейся личностью ученым-географом Виктором Ревякиным. Общественники краевой столицы предлагают продлить трамвайные пути на 2 километра. Сильнейшие молодые тэквондисты Сибири в Барнауле на кону золото и путевка в Москву. Сегодня в Барнауле прощаются с известным ученым-географом, основателем географического факультета Алтайского госуниверситета Виктором Ревякиным. Он скоропостижно скончался на 84-м году жизни. Друзья и коллеги вспоминают, каким он был и каким останется в сердцах. Казалось, его энергии хватало на все и хватит еще надолго. Это кадры четырехлетней давности. Здесь Ревякину 80. Тогда он с трудом выкрыл время для интервью между лекциями. Про него говорили неугомонный, а он другим и не хотел быть. Наверное, я был бы записан в разряд пассионариев, в котором мне сидится на месте, которые страшно неуживчивы, которые скандалят, куда-то чего-то им надо. Родился в Алтайском районе Алтайского края. Учился в Томском университете. В начале 80-х вернулся на Алтай, где занялся созданием географического факультета Алтгу. Фактически был одним из тех, кто основал географическое образование в регионе. Я помню, как студенты с большой теплотой делились о нем как о преподавателе. Они говорили, мы ходим всей группой. Они были в восторге от его передачи знаний, от его педагогического такта, от его научных знаний. Огромное научное наследие, сотни статей, книги, атласы, учебники, в том числе школьные, по географии Алтайского края. Кроме того, работал журналистом на ТВ, даже в кино успел сняться. Проводил недели в экспедициях, порой подвергая свою жизнь немалой опасности. Однажды едва выбрался из подснежной лавины. Горы и особенно высочайшая вершина Сибири – Белуха – были главной любовью его жизни. За ним закрепилось такое почетное звание – хранитель Белухи. И на самом деле он был трепетным ее стражем, всем сердцем был предан горам. Он изучал ледники Алтаи и Саян. В то же время он яростно защищал интересы людей, населяющих Алтай. Протестовал против постройки Катунской ГЭС. Она, по его мнению, могла буквально убить экосистему алтайских рек. Или занимался проблемой мусорных полигонов в Барнауле несколько лет назад. Буквально на днях делился с коллегами ближайшими планами – конференции, чтения, лекции. Теперь все это придется воплощать без него. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжаем выпуск. Губернатор поручил защитить горожан от схода снега с крыши гололеда. На Алтайский край надвигается серьезное потепление. Уже завтра температура воздуха в отдельных территориях вырастет до плюс 9 градусов. В Барнауле столбик термометра поднимется до плюс 3. На юге края синоптики обещают мокрый снег, переходящий в дождь. Всем ведомствам далее распоряжение подготовиться к ликвидации последствий непогоды. Сотрудников МЧС отправят в южные районы, которые на прошлой неделе освобождали от последствий метели. Сиди сугробы уже завтра могут превратиться в лужи. Доказательства растраты крупной суммы из бюджета в деле бывшего управляющего делами губернатора и правительства края Алексея Белобородова сфальсифицированы, уверен его адвокат. Он сообщил, что свидетели дали ложные показания под давлением и угрозами со стороны правоохранителей. Напомним, разбирательство в отношении Белобородова началось в 2017-м. Тогда его обвинили в превышении полномочий, в 2019-м в получении взятки и растрате. Летом прошлого года в судебном процессе шла стадия допроса свидетелей. Большая часть из них сменила свои показания в пользу Белобородова уже в суде. По словам адвоката, выяснилось, что и улики фиксировали с нарушениями. Как считает защита экс-чиновника, главная причина его ареста – сведение личных счетов. Следственный комитет «Край» это пока не комментирует. Алексей Белобородов находится под домашним арестом. Ну а следующий процесс только начинается. Директор Карандин-Арена, где в апреле прошлого года пострадал ребенок, пойдет под суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Алтайского края. Правоохранители обвиняют его в том, что он допустил зрителей в зал, хотя вокруг трибуны еще не было защитных стекол. В результате пятилетний ребенок упал на ледовый каток и получил травму. Потребовалась госпитализация. При этом, как сообщают в СУСКе, обвиняемый своей вины так и не признал. Дата первого судебного заседания пока не назначена. Минздрав региона посчитает всех, кто приезжает из Китая. Это касается как граждан Поднебесной, так и россиян. Работу по профилактике коронавируса медики ведут совместно с Роспотребнадзором, Края и другими структурами. Сейчас под наблюдением 45 человек, в том числе участники ансамбля русского танца «Огоньки», которые на днях вернулись из Китая с гастролей. Под присмотром врачей китайские студенты, которые прибыли с каникулы еще до момента закрытия границы. Об этом нам сообщили в техническом университете. Всего в вузах Края учатся 203 студента из Поднебесной. В ЛГТУ их 69. Некоторым пришлось пока остаться на родине. 26 ребят сейчас находятся у себя дома на родине, которые вынуждены дистанционно общаться, получать образование от наших педагогов. Для них составлены индивидуальные планы обучения. На данный момент заболевших коронавирусом или людей с подозрением на инфекцию в регионе нет, сообщает в пресс-службе Министерства здравоохранения Края. Новая трамвайная линия длиной почти 2 километра, возможно, появится в Барнауле. По крайней мере, на это рассчитывает инициативная группа из общественников и работников Горэлектротранса. По их замыслу, линия должна соединить улицы Челюскинцев и проспект Красноармейский. Так рассчитывают авторы проекта сократиться время поездки из новых микрорайонов в центр города. Озвучена даже приблизительная стоимость работ – 140 миллионов рублей. Где взять эти деньги? И еще одна загвоздка – это планы других общественников разбить вдоль проспекта строителей небольшой скверы. И первые деревья там уже посажены. А с прокладкой трамвайных путей деревья придется вырубать. Реакции активных в последнее время защитников зеленых зон расскажем в ближайших выпусках. К новостям спорта. Главное – перехитрить соперника. 120 сильнейших тэквондистов со всей Сибири съехались в Бурнаул в борьбе за золото и путевку на первенство страны. О жаркой схватке и тонкостях корейского боевого искусства в репортаже Валентина Аскеровой. Удары ногами и руками в тэквондо – это тяжелая артиллерия. Пока одни бьются на ринге, другие настраиваются. Вспоминают восточную мудрость, разминаются, оттачивают удары. И самое интересное – никто не волнуется. Тут кайф, как сказать. Получается, вот этот настрой, вот ты перед соревнованием, вот когда побеждаешь и идешь, да, ты это сделал. В чем ваша сильная сторона? Моя? Ну, мне кажется, жесткость. Как бы, я вот сейчас сколько смотрю уже спаррингов, никто кулаком не бьет. Ну, а как бы я захожу, думаю, больно. А травмы есть? Есть. Какие? Травм много. Перечисляю, долго. Как у Джеки Чана? Нет. Еще больше. Зеленый, красный, черный пояса – символ мастерства. На этом первенстве только выдающиеся спортсмены Сибири до 21 года. Некоторые уже призеры России и Европы. На первый взгляд в корейском искусстве все просто. Кто лучше махает ногами, тот и побеждает. Тренеры и их ученики опровергают стереотип. Из всех видов единоборств, он, наверное, можно сказать, интеллектуальный, агрессивный. То есть он немножечко такой. Шахматы в единоборствах. То есть надо очень много думать, принимать быстрые решения. Приходится спортсменам хитрить, обманывать. На силу мало можно чего сделать, на самом деле. Потому что если ты будешь постоянно лететь, сперник может выдернуть тебя в сторону, уйти и просто по баллам переиграть. Алтайский край – один из четырех сибирских регионов, где тэквондо на высоте. Наши спортсмены даже выступали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В этом турнире четыре алтайских спортсмена вновь вырвали золото. В этом году их ждет первенство России, а там, кто знает, и международный бой. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком.